Просто игра слишком хардкорная. Да вот не люблю, когда игры начинают становиться хардкорными просто в какой-то момент, внезапно. Типа в остальные моменты всё норм, а тут вот возьмите, получите, распишитесь. Вот вам хардкор немножко. Так, ладно, скафандр надет. Выходим тем же самым путём. Ох, от тебя ещё до песочка не подгорал. От песочка не подгорал. Всё, да, я слишком нервничался. У меня язык же заплетается от таких выкрутасов, серьёзно. Ты надеешься, что вот, всё, нормально, ты попал в нужный переход. А хренакс, теперь тебе ещё один переход дают, и он сложнее предыдущего. Потом тебе говорят, будет ещё хуже. Ну, обрадовали. Ты не перезапускай, попытайся на лифт рядом с дырой запрыгнуть. Это примерно две трети падений спасает. Запрыгнуть на лифт с дырой. Это нужно ещё приноровиться на этот лифт с дырой прыгать. Ну, я постараюсь. Как бы, понимаете, с первого раза вообще на самом деле сложно такие выкрутасы сделать. Однако же, когда смотришь, особенно вон в записи появляются люди, которые думают, что... Дайс, типа, должен идеально всё делать с первого раза. Если нет, ну, всё, Дайс, кошмар, криворукий рукожоп. И вообще он нас разочаровал. Так, вот здесь, видите, легко. В этот раз в особенности. Так, идём на юг, идём на юг. Прыгаем сюда. Вот. Так. Ещё время... Я, возможно, путаю кнопку пробела, которая останавливает. О-о-о-о! Еле-еле. И кнопку шифта, которая, наоборот, бустит вверх. Так, ну чё, мы прилетели сюда. Куда-то прыгать нужно. Может быть, вверх. Может быть, просто пройти нужно по периметру. Куда я прилетел, к чёрту возьми? Чёрт побери. По-моему, я прилетел в какой-то тупик. Всё, тут только... А, нет, вот тут вот чё-то есть. Кристаллы есть. Да. Кристаллы, кристальчики. Всё, вот это другое дело. А здесь кристаллов нету, да? Перепрыгнули? Перепрыгнули. Окей. Так. Прыгаем сюда. Наруженные деревья. Куда мы теперь отсюда можем прыгнуть? То есть тут выпал кристалл. Ага, вот сюда запрыгнуть можно, да? Окей. Я пытаюсь искренне. Искренне пытаюсь. Можем сюда запрыгнуть, интересно, всё-таки, или нет? Почти-почти-почти-почти. Сюда запрыгнули, окей. Опас кислорода у него тут восполнен. Фух. А нет пути забусть пропихнуть туда свой корабль. Да я бы не отказался от такого пути, вы знаете. Так, ну чё? Возможно, нам нужно прыгнуть сюда тупо. С другой стороны, здесь был подъем какой-то вот сюда. Другой. Да, я так понимаю. Да нет. Все это я неправильно понимаю. Ну что, прыжок Веры понеслось. Да, да, это успех. Успех. Ура. Просто нет слов. Это круто. Вот он, вход, который разрушен. Или это не он? Что я сделал? Да, это вход, который разрушен, был закрыт, заклинило. Но изнутри его закрыть можно. Не закрыть, а открыть, конечно же. Это победа, господа! Я так рад. Серьезно, слов нету просто. Давайте почитаем, что здесь пишут. Послен, мы с Седмом поднимали детали орбитальной зондовой пушки на орбиту. Но одна из них вдруг ушла под воду. Послен, тебе надо было это видеть. Мы думали, что деталь поднимается на орбиту, как обычно. Она ушла под воду. Касава убедил меня не экспериментировать с другими деталями, но я хочу выяснить, как это могло произойти. Мне казалось, на этой планете утонуть невозможно. Спасибо, что поставил меня в известность. Это действительно интересно. Крона создал модель пучины гиганта. Здесь, в Южной обсерватории на пустотной сфере, выяснил, как предметы могут утонуть. Послен, я не могу сделать вывод по проекте. Если я лично посещу обсерваторию, то объяснишь суть? Если тебе не в тягость пробираться к Южному полюсу под землей, приходи в любое время. Тропа начинается на экваторе пустотной сферы. Ну, я так понимаю, мы в обсерватории. Ну, теперь-то запишись, говорит, Александр Кот. Ну, так-то почему бы и нет. Но, кстати, видим то самое место, где мы уже бывали и где мы видели это место, по-моему. То есть, типа, они связаны друг с другом. Что у нас здесь? Ну, здесь у нас модель вихрей. Вот только посмотрите. Вихарьки. Косава использует смерч и пучина гиганта, чтобы поднимать со строительной базы на орбиту детали орбитальной зонтовой пушки. Одна из деталей почему-то не взлетела и утонула. Мы с Кроной пытаемся выяснить, почему это произошло. Новые данные. Выяснилось, что существует два типа смерчей. Большинство смерч и пучина гиганта вращаются по часовой стрелке. С их помощью Косава посылает детали на орбиту. Однако встречаются смерчи, вращающиеся против часовой стрелки. Они не поднимают предметы, погружают их в воду. Спасибо, Крона. После он показал мне твою работу, и я заинтересовался вторым типом смерчей. Правда, я бы все понял и без физической модели их действия. Модель поможет нам при исследовании пучины гиганта. К тому же я очень люблю собирать модели. Все, то есть нам нужен особый тип смерча, и мы можем спуститься вглубь. Ура. Прогресс. Реальный прогресс. Прям чувствуется, что мы действительно нашли те данные, которые нас интересовали. Что у нас есть? Так. Какая-то планета поднялась. А, нет, это не планета. Это вроде бы модель типа звездной системы. Да, она увеличивается. Точнее говоря, это различные планеты появляются в этой модели. То есть вначале мы типа активировали Солнце, потом первую планету от Солнца, там вторую планету от Солнца. А это... А что это? Это какие-то тела, которые вращаются вокруг звездной системы за ее пределами? Или это просто такая фигня? Ладно, включим ее. Оставим. Здесь особо ничего интересного не вижу. А вот здесь вот есть надпись еще одна. Смотри на значок на кнопке. Ну, значок, видимо, определяет, какой тип планеты. А здесь на этом значке у нас... Око Вселенной. Око Вселенной. Благодаря квантовой луне мы выяснили, как выглядит Око. Возможно, следует искать Око по внешнему виду? Око Вселенной. 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 мы побывали в обсерватории мы узнали тайну паучины гиганта что еще казалось бы нужно для счастья у кнопок есть надпись а у кнопка еще надпись точнее говоря давайте посмотрим чтобы уж точно ничего не упустить не очень сильно сомневаюсь что я в ближайшее время сюда буду возвращаться а с обратной стороны кнопок да есть надпись действительно давайте ее посмотрим чуть не пропустил спасибо что напомнили мне спасибо александр код что мы узнали пока искали ока вселенной засек сигнал ока наш звездолет и мы совершили гипер прыжок в эту звездную систему но не обнаружили здесь ока локатор который мы поставили на триконе и более чувствительный локатор созданные здесь не смогли поймать сигнал ока предположение ока перестала издавать сигнал судя по нашим данным о квантовой луне ока находится на орбите солнца этой звездной системы ограничивает пространство в котором может находиться ока хотя она и остается огромным вероятно ока не хочет чтобы его нашли какое странное предположение касава ока призвала нас в эту звездную систему я знаю мне все детство рассказывали истории о боке однако с момента прибытия мы так и не приблизились к нему то есть ока завлекло их в эту звездную систему после этого перестала подавать признаки жизни чем говоря подавать сигналы сигналы стали хаотичными они указывают на то что она одновременно везде и нигде как то так служу арстотске спасибо камрад так ну чем теперь это точно можно сюда не возвращаться ура ура успех успех мы узнали о том вообще вот в этой серии мы узнали о том чем занимались на мая их основной целью пребывания в этой звездной системе как они сюда прилетели ради чего прилетели как они построили сначала один аппарат для поиска ока как он дал совершенно хаотичные результаты как они пытались отправиться на час пепла и час сумрака и там что-то еще построить наверно туда стоит тоже слетать как потом они все закончили тем что построили пушку на орбите пучина гиганта так где у нас там корабль всего-то четыреста пятьсот восьми метрах почти рядом да и как они еще нашли квантовую луну начали ее исследовать мы пока еще не знаем что за история там была с этим с кометой то вон она летает видите летает и летают чем сейчас прочитаем журнал быстренько топлива на исходе говорят но я понимаю да я думаю до корабля нам его хватит также мы узнали что в начале каждого цикла пушка выстреливает зондом пытаясь найти ока да да но это мы уже давно видели что пушка выстреливает но теперь мы узнали зачем она выстреливает они обожествляют ока похоже и думают о нем как разумном объекте который от них чего-то хочет хотя он скорее всего просто странный физический феномен вот это одна из ошибок действительно людей которые пытаются интерпретировать различные находки ученых различные космические сигналы и прочее нам людям благодаря нашей природе благодаря собственно тому что там у как устроен наш разум всегда хочется видеть везде какую-то разумную волю во всем в древности люди видели в каких-то свойствах природы деяния богов и прочее сейчас мы до сих пор верим в различные религии и даже если не верим в религии верим в различные теории загоров что какие-то силы что-то придумали что вирус не просто так появился который устроил пандемию всемирно что это чьих друг дела кто-то специально его разработал в секретных лабораториях что невозможно была простая мутация просто потому что так природа устроена фигли вот мы так устроены действительно что мы все время везде ищем какое-то разумное объяснение кто знает может быть для инопланетян это будет точно так же характерно просто потому что законы природы вселенной так устроены что разум который появляется он соответственно ищет себе подобное везде во всем объяснение в том что что-то другое разумное стоит за всеми явлениями и так или иначе это в большинстве случаев не так вся наша история по большей части человечества построена на том что люди везде искали различные разумные объяснения в виде богов духов сил различных таких которые стоят за всем происходящим в итоге ничего подобного так нигде не удалось обнаружить ни разу фактически вместо этого мы узнали очень много о природе о том как она устроена то по каким законам работает не все конечно законы до сих пор мы полностью точно выяснили но так или иначе так или иначе в этом направлении движемся но нам все равно свойственно вот это благодаря нашей природе желание постоянно находить разумное там где его нету поэтому кстати например у астрофизиков есть такое правило что если вы нашли какие-то сигналы похожие на сигналы разумной деятельности каких-то других существ то это разумная деятельность самый последний момент нужно исчерпать все возможные теории все возможные варианты только потом уже если уже просто ничего не подходит просто ничем другим это нельзя объяснить только тогда можно задумываться о том что здесь замешан какой-то инопланетный разум вот то есть первую очередь нужно найти максимально прозаичное объяснение которое не требует вмешательства другой разумной жизни александр кот горит имха это очень человечная деталь сюжета да и об этом говорю это очень хорошая деталь сюжет он очень правильно как раз берет и замечает вот эти особенности нашего человеческого мышления да если таково поддерживаешь трампа или байдена кролик ты чё путин конечно ну фига ли ну какие-то байдены трамп это о чём вообще о чём кого еще можно поддерживать кроме нашего родного что невозможно что да если все равно кто президент другой стороны что невозможно чтобы путин захватила америка и стал ее президентом ладно ладно хватит шуток орбитальная зондовая пушка мы узнали что на мае решили сконструировать пушку на орбите пучина гиганта и это свежий новости очевидно очевидно ко вселенной создали коммуняки в ой мерчните отличная теория мне нравится чуть поближе большинство смерч и пучина гиганта вращаются по часовой стрелке с их помощью на мае посылали детали на орбиту однако есть смерч вращающийся против часовой стрелки он не поднимает предмет и погружает их под воду южной обсерватории мы нашли что новый более чувствительный локатор который на мае собирались собрали в обсерватории не смог засечь сигнал ока собрав большие сведения квантовой луне они предположили что ока движется по деталь по дальней орбите вокруг солнца они перестроили тут и перестали искать сигнал ока и вместо этого попробовали найти его на внешнем по внешнему виду используя зонд было высказано с опасения что вероятность отправить зонд в нужном направлении катастрофически мало так что еще мы узнали на этом цикле вот здесь у нас есть новые сведения о высокоэнергетической лаборатории отрицательное время зафиксированное на станции белая дыра стала предметом исследований высокоэнергетической лаборатории в каньоне на экваторе час угля надо будет посетить час угля и сейчас пепла станция белая дыра каждый из гиперпо башен на мае связано с тем или иным небесным телом чтобы переместиться нужно стоять на платформе в то время когда башня будет указывать наследствующее небесное тело но на мае заметили аномалию переносимые объекты выходили из гиперпрыжка на пустотной сфере раньше чем входили в него на станции белая дыра но давайте скажем честно время относительно чего они тут просто парят на себя мозги кому раньше кому позже отрицательный интервал между входом и выходом был очень мал примерно 1 100 тысячи на долю секунды на мае не были уверены может ли их оборудование настолько точно измерять время то есть интервал они нашли не они нашли типа погрешность такой вот эффект но они не были уверены в том является ли это погрешностью измерений что кстати одна из основных причин когда можно найти какие-нибудь сенсационно новые данные физики вообще в науке вот часто вот я слышу от разных дилетантов и других просто таких обывателей что да это все просто чье-то мнение что это ерунда вот ученые просто так посчитали поэтому так сказали обычно на науке как принято если у вас есть какие-то данные результаты вы их просто миллиард раз проверяете и ищите все возможные объяснения которые опровергают то что это что-то новое там погрешности измерения различные влияния внешних факторов каких-то которые вы просто тупо не учли возможность того что это просто часть какой-то другой теории которые вы там не учли еще что-то подобное и вот какие-то реальные серьезные открытия они могут быть признаны только тогда когда вы исчерпали огромнейшее количество различных вариантов которыми можно опровергнуть эти ваши результаты и у вас остается фактически только вот это подтверждение которое полностью хорошо его описывает одно обычно люди считают что все в науке устроено типа мы смотрим сюда видим чего-то делаем вывод на пальцах и говорим сенсации открытие нифига подобного так только журналисты делают реальные ученые очень скептично настроены к своим же собственным результатам и измерениям их очень очень долго перепроверяют потом все это где-нибудь перепроверяются другими учеными публикуется рецензируется проходит все круги ада для того чтобы найти все возможные неточности неправильные формулировки потенциально некорректные постановки экспериментов погрешности влияния сторонних факторов и так далее в общем в этом вся прелесть науки в том что она пытается быть максимально объективной и при этом критичны к себе к своим собственным выводам же но это когда критикуют науку обычно это критикуют те кто не критикует себя кто не может критиковать свои собственные выводы кто их считает истинные потому что они свои родные же как же могу я такой замечательный умный быть неправ да вот легко потому что все мы постоянно бываем во всем неправы то в одном то в другом и когда ты играешь в эту игру я нашел по крайней мере не один замечательный позитивный момент который мне очень нравится то что она заставляет задуматься вот таких вот вещах различных научных мелочах различных вещах из австрофизики и просто из физики которые мне лично нравятся и вообще очень люблю эти темы они для меня довольно привлекательными интересными являются и вот когда появляется возможность повод поговорить об этом это же замечательно что прям вообще отлично и тут прямо пока уже показано что они ставят какие-то эксперименты эти на мая какие-то у них есть теории они безусловно очень поверхностно и крайне так популярно объясняются что типа вот они думали об одном а другом детали явно здесь нету но все равно это показывает что они ставят какие-то теории потом их отбрасывают пытаются поставить новые эксперименты и так далее это круто это хороший подход для того чтобы людям немножечко такой вот дать толчок желание вот со всем этим более серьезно к этому относиться более серьезно кухнице черная дыра пишут нам здесь находится под висячим городом в районе талой воды нашелся переключатель который управляет высотой кузницы да мы это сделали просто куда попасть на мая по имени лака хотела создать воскотехнологичное гипер ядро район черная дыра самый высокий висящем городе вопрос как туда попасть до сих пор неизвестен в районе талой воды нашелся переключатель мы это видим город висит под северным ледником пустотной сферы он вертикально разделен на четыре района к сожалению нового ничего нам это не говорит разрушенный ядром мы еще не все здесь исследовали да я знаю это старая тема мы сюда не скоро вернемся скорее всего так чё еще тут я уже уснул горит реглона чё происходит как чё происходит ты что ты что мы нашли способ как спуститься под воду в пучине гиганта но мы это сделаем обязательно на следующем стриме башня квантовой истины на мае по имени саланом посетила башню квантовой истины на экваторе пустотной сферы чтобы узнать последнее правило перед паломничеством на квантовую луну башню квантовой истины мы не были помимо нет д с просветитель да и поэтому она вопросиком отображается что у нас тут тип еще не были мы знаем некоторую информацию о квантовой луне башни квантовой истины мы еще здесь не были это как получается есть skype confirmации которая связан с этой локации напишется в этой локации но пока вы не побывали а у неё картинки нет если попросить мне знак и если вы не побывали не до конца исследовали будет еще звездочка чтобы можно и счету гути найти то есть фиолетовый это квантовые сигналы в квантовая тема зеленая так понимаю с пучиной гиганта и с подземными различными подводными различными делами связано белая это про временную петлю вообще или вообще про намая в целом про их историю да видимо про историю на мае красное крушение звездолет это про крушение про их выживание изучая скопаемого удильщика что можно избежать встречи с удильщиком да это типо про выживание оранжевое это про гипер путешествия различные про перелеты ну окей все это классно потихонечку у нас картина заполняется продолжим обязательно на следующем стриме на сегодня давайте знать что сделаем перед тем как то есть вместо сохранения у нас фактически медитировать до следующей петли когда ты медитируешь в начале петли происходит сейф а если ты выходишь до того как ты помедитировал то весь прогресс на этой петле будет потерян поэтому очень важно закончить стрим именно тем что мы заново проснемся вот самые сенсационные погрешности в социальных науках пишет александр код это потому что сложности социальных наук очень высока то есть тут имеешь дело с крайне сложными системами обладающими большим количеством параметров которые крайне нелегко учитывать приходится создавать довольно упрощенные модели потому что не можешь прям подробно каждого человека смоделировать и полное социальное взаимодействие всех людей как-то так вот дотошно скрупулезно промоделировать себе нужно использовать различные приближения работать с покрешностями с крайне точными моделями но поэтому вот и появляются различные сенсационные различные результаты вот на сегодня же я с вами наверное эти темы разговора закончу напомню вам господа что вы можете подписаться как на стрим как собственно и на мой канал если вы смотрите это в записи я же с вами прощаюсь и желаю вам всего самого наилучшего господа обязательно скоро встретимся следите за анонсами в контакте твиттере или же дискорде и до новых встреч с вами был дайс все вам самого наилучшего пока